МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калинковичах местный житель так сильно нагрел минометную мину, что она взорвалась у него прямо в руках. Из окон, находящегося поблизости дома, посыпались стекла, а на шум сбежали соседи. Очевидцы вызвали скорую, однако помощь медиков была уже неактуальна. Как стало известно, взрыв произошел на территории домовладения брата погибшего мужчины. С места происшествия следователи изъяли фрагменты металлической посуды, паяльные лампы, водопроводный ключ и осколки минометной мины времен Великой Отечественной войны. Пока доподлинно неизвестно, какие манипуляции со снарядом производил 48-летний житель Калинковичей. Следователи предполагают, что он пытался извлечь из боеприпаса тротил. Также правоохранители устанавливают, был ли погибший черным копателем. По факту гибели человека проводится проверка. В рамках проверки назначена судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Следователи опрашивают родственников, знакомых погибшего, устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался на территории частного домовладения. Стали известны причины дорожно-транспортного происшествия с участием пяти автомашин, которое произошло минувшее воскресенье на улице Хатаевича областного центра. В столкновении пяти иномарок виноват нетрезвые водители. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Напомним, что необычное для Гомеля ДТП произошло напротив фабрики «Спартак». Водитель автомобиля Ауди А6 на полном ходу врезался в «Ниссан», ожидавший зелёного сигнала светофора. Тот, в свою очередь, ударил впереди стоящий автомобиль, а впереди стоящий – последующий. И так, пока не образовался паровозик из пяти иномарок. На кадрах видно, что первоначальное столкновение машин было сильным. От столкновения у Ауди полностью смяло капот, а внедорожник вообще после аварии не подлежит восстановлению. У него повреждены вся задняя и передняя части, деформирован кузов, двери и крыша. Как рассказали инспекторы, «Ниссан» за несколько секунд перестроился для поворота в левую полосу движения и, по сути, спас от удара ребёнка, который находился на заднем сидении впереди стоящего автомобиля «Опель». В результате дорожно-транспортного происшествия водители, а также пассажиры данных транспортных средств, в том числе водители автомобиля «Ауди А6», не пострадали. На сегодняшний день установлен факт употребления водителем «Ауди А6» алкогольных напитков, то есть он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту данного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. А в Мозыре врезался в дерево и погиб мотоциклист. Как сообщили в областной госавтоинспекции, ДТП произошло вечером 5 июня. 27-летний водитель на повороте не справился с управлением. Наехал на бордюрный камень, из-за чего выскочил за пределы дороги и врезался в дерево. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Право управления он не имел. Мотоцикл был изготовлен кустарным способом. Водитель 1990 года рождения, гражданин Российской Федерации, управляя самодельным мотоциклом, изготовленным из компонентов советского производства, передвигаясь на нем по улице Юбилейной в поселке Хриничном Мозорского района со стороны улицы Школьной в направлении улицы Набережной. Не справился с управлением на закруглении дороги влево, в результате чего выехал в правую по ходу движения обочину и на обочине столкнулся с деревом. В результате описанного происшествия молодой человек скончался на месте. По статистике в летний период количество дорожно-транспортных происшествий только увеличивается. Это связано с появлением на дорогах большего количества автотранспорта, велосипедистов, мотоциклистов и пеших участников дорожного движения. Так, 30 мая, когда по всей стране в школах проходили линейки, в Гомельской области травмы получили сразу три школьницы. В деревне Мичуринское ДТП произошло на улице Мира. Девятилетняя девочка неожиданно выбежала на проезжую часть из автомобиля, который собирался выполнить поворот и попала под машину. В результате пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы. Дети не обладают достаточным жизненным опытом, чтобы предвидеть и правильно оценивать складывающуюся дорожно-транспортную ситуацию. Им присуща недооценка опасности, плохо прогнозируемое поведение на проезжей части, опасное, а в ряде случаев безрассудное поведение при приближении транспортных средств. Сотрудники отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта Следственного комитета, а также госавтоинспекция обращаются к гражданам с просьбой разъяснять правила дорожного движения несовершеннолетним, а к детям быть внимательными на дорогах. Спал в огне и не подозревал, что в опасности сотрудники МЧС вытащили из пламени 45-летнего мужчину, который из-за беспечности устроил пожар в собственной квартире. Факт возгорания был зафиксирован в квартире четырехэтажного жилого дома, расположенного в деревне Большевик Гомельского района. Из окна второго этажа валил густой дым. Сотрудники звена газодымозащитной службы вовремя проникли в помещение. Если бы они задержались хотя бы на несколько минут, хозяин уже бы вряд ли проснулся. Мужчину вынесли из квартиры и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Проводится проверка. Одним из условий возникновения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении является состояние алкогольного опьянения лиц, допускающих такое поведение. В связи с этим хотелось бы еще раз напомнить гражданам, если их родственники злоупотребляют такой пагубной привычкой, как курение, обращать на это внимание и не допускать курения в постели. А в Светлогорске устанавливается причина возгорания дорогого внедорожника. В ночь на 4 июня автомобиль, принадлежащий гражданину России, который приехал на уикенд к своей знакомой, охватила пламя. Спасатели ликвидировали огонь, но он успел повредить салон, колеса и моторный отсек автомобиля. Следствие не исключает, что это был поджог. По данным областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, 47 мест массового отдыха вблизи водоемов готовы к купальному сезону. Речь идет об утвержденных решениями гороисполкомов объектах, за состоянием которых следят закрепленные организации. На пляжах создана необходимая инфраструктура для отдыха, установлены информационные стенды, благоустроенная, прилегающая к водоемам территория. Кроме того, подготовлено более 60 автостоянок. В 2017 году в список официальных мест массового отдыха на водных объектах Гомельской области включены 7 новых. Два из них расположены в Октябрьском районе, еще пять в Гомеле. Сотрудники освода обеспечивают безопасность на 43 пляжах. Однако только в 34 из них сегодня полностью исследована водная акватория. Призываем к тому, чтобы отдыхали только на оборудованных пляжах, где несут службу наши спасатели. А наши спасатели несут по всей области. Значит, на сегодняшний день насчитывается 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих спасательных постов, 11 сезонных спасательных постов, которые мы выставляем на купальный сезон, то есть с мая по сентябрь месяц. По прогнозам метеорологов, лето 2017-го будет жарким. Поэтому службы, которые обеспечивают на пляжах безопасность, обращают внимание на соблюдение правил отдыха. В местах купания запрещается употреблять алкоголь. Это статья Кодекса об административных правонарушениях. А также выходить на воду в лодках без спасательных жилетов. По этой причине в Лоевском районе погиб рыбак. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина выпал из своей самодельной лодки и утонул. Водолазы обнаружили его тело только на третьи сутки. На сегодняшний момент одно, наверное, единственное несоблюдение правил – это отсутствие спасательного жилета, которое влечет смертельный исход практически в стопроцентных случаев. То, что в каком по состоянии человек не находился, даже если он будет в нетрезвом состоянии, но на нем будет спасательный жилет, он будет спасен, короче, он останется на воде, он не погибнет. Как говорят у нас водолазы-осводовцы, еще ни одного утопленника в спасательном жилете они не достали. Он поступил благородно, но опрометчиво приютив бездомного в лютые морозы. За это получил несколько ударов ножом и может навсегда остаться инвалидом. Гомельским городским отделом следственного комитета закончено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство гомельчанина, имевшее место в феврале этого года. Зимой 2016-го житель железнодорожного района Гомеля впустил в свой дом бездомного уроженца Витебска, скитающегося по улицам областного центра. Новый сожитель стал помогать по хозяйству. Требования к порядку у хозяина были лояльными, поэтому тяжелым труд помощника не являлся. И к тому же владелец дома всегда был не против поделиться с работником едой и выпивкой. Подобное застолье двух мужчин состоялось и в последний день зимы. Доподлинно неизвестно, что именно послужило причиной ссоры, но аргументом своей правоты у 43-летнего постояльца стал нож. Между ними в ходе совместного распития произошел скандал, который перерос в то, что сожитель схватил нож и нанес потерпевшему два удара. Первый удар пришелся в голову, второй в шею. Нами были квалифицированы его действия как покушение на убийство, часть 1 статьи 14, часть 1 статьи 139. Хозяин дома успел выбежать на улицу, где прохожими была вызвана скорая помощь. Мужчину госпитализировали. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на голове у 53-летнего гомельчанина были обнаружены две колото-резанные раны. Одна из них в теменной области головы с повреждением вещества головного мозга и внутримозговым кровоизлиянием. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к развитию него психического расстройства, лишающего способности воспроизводить обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания. Данные психического расстройства диагностируются у исследований в настоящее время. Уголовное дело в отношении ранее судимого за кражу и уклонение от возмещения расходов по содержанию детей мужчины передано прокурору для направления в суд. Он определит, где в ближайшее время придется проживать обвиняемому. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. Схожее преступление было запечатлено камерами видеонаблюдения на улице Маневича областного центра на прошлой неделе. На кадрах видно, как люди с низким социальным статусом отдыхают около приемно-заготовительного пункта, разговаривают, потом трое из них поднимаются и куда-то идут. Через некоторое время между двумя из них возникает ссора, после чего один некоторое время стоит, потом падает. Второй из конфликтующих спешно покидает место драки. Третий, ставший свидетелем, идет сообщить о случившемся работнику приемно-заготовительного пункта. После недолгих размышлений приемщица вторсырья направляется узнать состояние пострадавшего и показывает прибывшему наряду милиции, где все произошло. Далее прибывает скорая. Медики осматривают пострадавшего, заносят его в машину и его возят в больницу. Параллельно работает прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа. Конфликт произошел из-за того, что потерпевший оскорбил подозреваемого, ввиду чего у них произошла ссора, словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой подозреваемый достал клинок ножа из кармана и нанес удар в живот потерпевшему. В результате потерпевший был госпитализирован, доставлен в больницу скорой медицинской помощи с тяжелой травмой в области живота. Причиненные телесные повреждения относятся к категории тяжких телесных, ввиду чего к Гомельским городским отделам Следственного комитета Республики Беларусь, 29 мая возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции указанной статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы сроком до 8 лет. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто» и берегите тех, кто вам дорог. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова